В администрации городского округа Люберцы прошел семинар-совещание на тему налоговая реформа 2025. Участники встречи обсудили изменения, которые внесут в налоговый кодекс с 1 января. С подробностями Луиза Егезарян. Одним из главных нововведений станет повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25 процентов. Это позволит получать больше средств от бизнеса в бюджет государства. Если сейчас от налога на прибыль в федеральную казну уходит только 3 процента, то со следующего года этот показатель увеличится почти в три раза. Помимо этого, со следующего года изменения коснутся в части прибыли следующего. Повысить ставку с нуля до 5 процентов по налогу на прибыль для ИТ-компаний на 25-30 годы. Дадут субъектам право устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль для малых технологических компаний в 25-30 годах. Снижение возможно только в части налогов, которые перечисляют бюджет субъекта. Участники круглого стола обсудили, как предстоящие нововведения скажутся на бизнесе. Однако изменения в налоговом кодексе коснутся не только предпринимателей, но и физических лиц. С 1 января начнет действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения. Налог будут рассчитывать в зависимости от величины доходов. Старка 13 процентов будет для доходов до 2,4 миллиона в год. То есть меньше 200 тысяч рублей в месяц будет зарабатывать гражданин. Старка будет 13. 15 процентов при доходе от 2,4 до 5 миллионов в год. 18 процентов от 5 до 20 миллионов в год. 20 процентов от 20 до 50 миллионов в год. 22 процента свыше 50 миллионов в год. С 2025 года также произойдет увеличение стандартных налоговых вычетов на детей. На второго ребенка он составит 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего – 6000. В два раза увеличится вычет опекунам, попечителям и приемным родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.